Привет народ, сегодня я решил посмотреть свежевышедшую на днях игру под названием Passadello Regressao. Звучит как какое-то заклинание из Гарри Поттера, но на самом деле это просто португальская игра. Португальский инди-хоррор, и он вышел на днях в Steam, отзывы у него достаточно средние. Тем не менее, игра как минимум должна неплохо выглядеть, потому что сделана на четвертой версии движка Unreal Engine. Что, согласитесь, очень так заманчиво звучит. Ну и, собственно, наверное, синопсис сюжета я рассказывать не буду, сейчас должно быть какое-то вступление, игру я еще не видел. И, собственно, там в этом вступлении, надеюсь, нам все и расскажут. Игра, к сожалению, на английском, по ходу дела я буду переводить, но, ну, блин, как получится, конечно, посмотрим. Вообще не думаю, что тут много сюжета, в инди-хоррорах обычно все ограничивается каким-то сухим достаточно вступлением, и дальше нам нужно будет проникаться всем уже по ходу дела с минимальным включением сюжета. Но, как вы можете понять из названия, здесь все что-то связано с регрессией, возможно, как раз главного героя. Переводится Passadello, как я узнал с португальского, кошмар. То есть игра называется Кошмар-регрессия. Кошмар-регрессия или регрессионный кошмар или регрессия кошмара. Не знаю, посмотрим. Собственно, давайте узнавать, что же за регрессия, что за кошмар. Так, нас сразу знакомят с управлением, менять его нельзя, должен сказать. Игра включена у меня на английском языке, но все еще тут проскакивают какие-то португальские такие вот знаки. Ну, то есть вот пробел почему-то на португальском написан. Так, ну что? То есть не все переведено на английский. Но будем надеяться, что нам будет достаточно того, что переведено. Так, ну, вроде как должно быть управление стандартное. Так, 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 так. Тут у нас должны быть и хорроры, и немножко пазлы, насколько я почитал. Ну, посмотрим начало игры. Будем надеяться, что там пазлы не слишком сложные. А дальше уже решим, стоит ли смотреть эту игрушку дальше. Так, динамичная музыка. Начало уже, собственно, вроде как неплохое. Но что же будет ли динамично на самом деле? Так, где это мы находимся вообще? Выглядит как какая-то, ну, не знаю, футуристическая научная станция. А действие, я думал, вроде как должно быть в нашем времени происходить. Какие-то динамичные смены кадров. Нет, это выглядит как корабль из Mass Effect какой-нибудь. Ну, я думаю, сейчас мы разберемся. Так, что-то тут проскакивают какие-то досье. Обливиум там было. Так, это мы? Дружок, что с тобой делают? Пока что довольно непонятное начало. Ну, ладно, будем надеяться сейчас что-то прояснится. Игра стоит, кстати, на максимальных настройках. Графика, я имею в виду. Стоит на максимуме. Убавил чуть сглаживания, но я думаю, в медиумных настроях сглаживания будет достаточно для 1080p. Разрешение. Так, ну вот наш главный герой. Но сейчас мы уже не на компьютерной станции. Сейчас... Знаете, такое ощущение, что я играю в Сому. Положение нашего главного героя и рядом тумбочки почему-то мне напоминает о Соме. И тоже какое-то видение перед вступлением. А теперь он просыпается. Слушайте, ребят, вы переиграли в Сому? Ну, ладно, ладно. Не будем спешить с выводами. Так, что тут происходит? У нашего героя какие-то странные вещи. В апартаментах. Что-то не так у тебя явно. Ну, может, просто такая вот ванная комната. Ремонт бы не помешал. Но у нашего главного героя, похоже, более серьезные проблемы. Так, что это такое? Ну, ладно. Я ожидал более внятного сюжетного вступления. Но, судя по всему, его и не должно быть, потому что... Ну, как сказать? У нашего главного героя действительно какие-то провалы в памяти. И сейчас у него будет регрессия. То есть регрессия, это если вы не знаете, я не точно, конечно, сразу не надо меня плевать. Но, тем не менее, регрессия, это возвращение в память того, что произошло с главным героем. То есть возвращение. Ну, скажем так, ментальное возвращение в то, что он постарался забыть. Или то, что он забыл. Здесь я уже могу быть не точен. Так, отлично. Ну, хоррор начался. А, что дверь-то закрылась сама за собой? Ой-ой, подождите, что происходит? Что-то нехорошее какое-то происходит у нас тут. Такое нам не надо. Подождите, мы только начали. Но я уже не понимаю, что происходит. У нас дом, точнее, наша квартира находится в каком-то непонятном месте. У меня уже сразу появилось предположение, так как мы видели вот эти всякие какие-то... Непонятные отрывки из какой-то футуристической станции, что он нас сейчас просто тестирует. Вы знаете, у всех такое было предположение в той же Соме, что у главного героя тоже там тестируют. То есть то, что все там нереально, это все в мозгу происходит. И, как вы знаете, в Соме такого не было. Поэтому я бы не был сейчас уверен и не придерживался бы этой позиции здесь же. Хотя, к чему там показывались исследовательскую станцию, это точно пока непонятно. Давайте посмотрим, что это такое. Обливион. Окей, это Обливион, это Обливион. Да. Ну, слушайте, тут... Ага. Обливион это, короче, станция, которая нейрологическая исследовательская лаборатория. Ясно вам? Мне ясно. Давайте узнаем, что там дальше. Так, а как? Следующая страница. Ой, ну у вас и управление, друзья мои. Так, восстанови важные моменты в своей жизни. Назначь еще визит к нам. Телефон такой-то, такой-то. Время, когда можно туда навестись. И название лаборатории. Обливион называется лаборатория. Фильм такой был с Том Крузом. Ну ладно. Это не так важно. Ну, по крайней мере, то, что фильм был такой с Том Крузом. Фильм был хороший, красивый. Ну, ладно, это тоже не так важно. Так, ну что у нас тут? Давайте разбираться, походу, делал. А у нас фонарик-то есть? Сразу нет? Нет, фонарика нет. Надо искать его. Вот, блин. Сейчас будем ныкаться тут в углах. Ничего, справимся. Так, ну тут у нас все вот это везде обливинут. Вот это какая-то еще книжка. Какая-то такая, знаете, довольно... Не знаю. Какая-то сатанистская книжка, возможно. Так ты не разберешься. Может, это просто Библия какая-нибудь цветная версия. Но португальская Библия. Почему нет? Тут у нас яблоки покушать. Главный герой не хочет. У него голова болит. Это было видно. Странные картины. Слушайте, я хочу... Вот не бейте меня сильно за то, что я вот тут схожу так медленно и не двигаюсь. Мне интересно все. Надо же как-то проникаться всем происходящим. Торопиться пока никуда не будем. Так, телевизор. Неплохой такой экранчик. 42 дюйма. Ну, несложно так оценить. Ну, вообще, вроде как свет включен, а темно все равно. На улице свет какой-то горит. Игра выглядит неплохо, но все-таки Unreal Engine 4. То, чтобы это мастерская работа с Unreal Engine 4, я не знаю. Я пока такое сказать не могу. Рано вообще какие-то выводы делать. Но пока этого не особо заметно. Так, что у нас тут? Спички. Ага. Ну, я думаю, надо, кстати, предметы брать, потому что у нас тут все-таки какие-то должны быть пазлы. Все такое. Так, открыть больше ничего нельзя. Интерактивчика не очень много. Это вам все-таки не Сома. Первые ассоциации были с Сомой, но постепенно мы от этих ассоциаций отходим. Так, а тут у нас еще дверь в туалет. Ну, мы тут вроде как все уже пришли в себя. Блин, ну, здесь в этой ванной комнате вообще находиться-то даже неприятно. Чувак, ремонт точно нужно заказать. Даже если это не твоя квартира, потом, если найдешь хозяина, посоветую ему сделать здесь ремонт. Я немножко разряжаю обстановку, потому что чуть-чуть страшновато. Музыка-то играет атмосферная какая-то. Такая немножко тревожная. Таблетки. Так ты их принял, нет? В туалет нельзя ничего сходить, нельзя ничего сделать. В туалет нам вообще не нужен. Уходим отсюда. А что в ведре? Интересно же. Ведро достаточно, но я не ванамас. Ладно. Так, еще несколько картин. Здесь даже повторяющиеся, по-моему. Одинаковые совершенно. Кепку можно надеть? Вот я вот в Firewatch закончил прохождение. Теперь без кепки выходить никуда не могу. Но здесь это делать нельзя. Так, свет выключить нельзя. Здесь щиток. Очень странная квартира. Но меня больше интересует, что такое странное ждет нас снаружи. Потому что, судя по всему, там куда более странное нас что-то ждет. Что это такое? Что? Где? Кем эта квартира вообще находится? Это явно не жилой дом. Это выглядит как некий какой-то заброшенный достаточно, ну не совсем заброшенный, форт какой-то. Либо мне сейчас начинать более верить в ту версию, что это все нереально и в нашей голове. Либо здесь происходит действительно нечто совсем нездоровое. Какого хрена целая квартира в таком месте? Ну ладно. Давайте двигаться потихоньку. Так, а бегать... Ой! Это что такое? Это трава просто. Я просто узнал кнопку одновременно быстрого бега и решил проверить ее. И наткнулся на вот это. Но знаете, ребят, тут не совсем Unreal Engine 4 у вас. Или это Unreal Engine? Опа. В какой-то момент можно даже узнать, что этой травы не существует. То есть мы перешли в некую плоскость. В некую вселенную, где этой травы вообще нету. Мистика. Ладно, давайте двигаться дальше. Только это зачем? Мне говорят, садиться на Control. Ребята, вы такие советы-то просто так не раздавайте, можно же напугать. А, ну тут надо просто пролезть под чем-то. Под чем-то нужно пролезть. Почему так темно в игре? Я вообще не понимаю. Я уже играл в один хоррор, которым слишком темно было. Назывался Lex Mortis, по-моему, да. Можно найти на канале. Но вообще лучше не надо, знаете? Почему? Потому что игра не очень хорошая. Но зато сделано русским. Ну, разве что из патриотических соображений стоит разве что только сыграть. Хотя я не уверен, русским или может не русским. Ну, в общем, какая разница? Не особо много патриотизма, когда... Играешь в такие игры, испытываешь. Так, ну, ребят. Мы, по-моему, вообще на кладбище. Вот я сейчас начинаю сознавать и вспомнил, что в синопсисе, который я все-таки прочитал, видимо... Что за звуки? Нехорошие какие-то звуки. Что такое сейчас? Это не похоже на кузнечиков. Я сначала подумал, что кто-то стрекочет, но нет, нифига. Я бы постарался сейчас прислушаться, но нифига я вообще не услышал. Ладно, давайте-ка двигаться. Ну, вообще нехорошо, что мы сейчас на кладбище. Короче, какие-то есть предметы здесь, на кладбище, которые можно подобрать. Это сокращенно... Это сейчас что было? Я могу приблизиться вообще? То есть, знаете, здесь нехорошо. Или там просто подгрузилась трава, или что-то произошло нехорошее. Вообще здесь темно, блин. Ну, не может быть так темно на кладбище. Даже предположим, что это кладбище, здесь должно быть темнее, чем в реальности. Но... Нет. Нам что-то сказали про то, что некоторые объекты подсвечены. Только не говорите, что мне нужно будет... Решать какой-то сейчас пазл на кладбище. Это будет угнетающе. Угнетающе до невозможности. Ну, нихера не видно вообще. У меня такое ощущение, что яркость просто неправильно у меня работает. А настройки яркости... Я в меню не нашел. Даже не буду сейчас выходить в меню, потому... Не время. Я бы на самом деле вернулся в эту комнату. Главное, в туалет там не сходить. И просто бы, блин, лег спать. Но наш главный герой, я думаю, все же не готов к такому развитию событий. Ему нужно регрессировать. Ой, ну... Одно хорошо. Ничего пока особо уж страшного не случилось. Что со звук-то? А? Ну, ясно. Мы подходим к гробу. Он как бы вроде как подсвечен, но просто фонарем. Так, не открывайся. Пожалуйста. Не открывайся. Не курить. Не знаю, курит ли наш главный герой, но я и не собирался. Так, главное не наступать на надгробие. В такой темноте и не мудрено. Ну ладно, давайте двигаться дальше. Здесь вроде как ничего. Нам не зря ведь сказали, что вот какие-то предметы подсвечены. Наверняка, значит, где-то здесь... Это что такое? А вы что, зачем меня ударили? Что за херня? Трава, что ли, какая-то? Крапива, что ли? Что случилось-то? Блин, ну... Нет, я знаете, я ожидал как-то, что будет у нас топовый тут инди-хоррор, но нет. Ладно, я, конечно, зря так сразу говорю, но пока чувствуется очень-очень-очень дешёвый уровень. Дешёвое качество, скажем так, пока. Аккуратненько. Ну давайте двигаться дальше. Пока что-то происходит. Просто вот это вот это топорная херня, которая сейчас со мной произошла, и топорное введение в сюжет. Я не думаю, что это уже заставка, то есть это уже мы играем основная часть игры, скажем так. Так, ну мы дошли до какой-то комнаты. Блин, тут вообще темно, но так не должно быть. Тут что-то подсвечено, я знаю, значит, надо взять это. Фонарь можно взять? Он мне очень пригодился. Между прочим, тут, кстати, кровь. Как бы я не обратил внимания, вот так вот я устал. О! О! Ты какого хера ты что здесь делаешь, блин? Придурок, блин, ты что здесь делаешь? Ты что, живой, что ли? Он вообще двигается? Он двигается. Ты что молчал-то? Как я его не заметил? Подожди. Боже мой, такая темная игра, что я его просто не заметил. Придурок, ты кто такой? Извини меня, друг. Ну ты что здесь делаешь? Ты кто? Аликс. Аликс. Наконец-то кто-то. Ты можешь мне... Вы можете мне помочь, Сэр? Я не знаю, как я здесь оказался. Я даже не знаю, где я. О, нет, ты не там, где я ожидал. Но кто ты, молодой человек? Мое имя Алекс. Я вообще-то ни черта не помню. Алекс? Ты выглядишь как тот, кто может мне помочь. Слушай, мальчик, здесь много плохих вещей на этом кладбище. Ну, я догадываюсь, да. Я... Что-то про растения он говорит. Здесь с растениями что-то не так. Надо что-то подобрать и подготовить эликсир. Он поможет справиться с кровяным... Короче, он поможет справиться с кровяной травой, что ли, или что-то такое. Подожди минуту, это рецепт. Если ты можешь отчитать, то легко будет сделать. Короче, смысл в том, что вот это зелье нам поможет справиться с травой или с чем-то, блин. Поможет нам, короче, этот эликсир. Ну, чувачок, блин. Ты после того, как меня напугал, ты должен был бы извиниться с меня, вообще-то. Еще меня мальчиком называется. Слушай, он сам как мальчик выглядит. Как вот немножко такой усталый мальчик. Но я таких усталых мальчиков часто видел. Скажу от себя. Так, ну, нам нужно найти Рэма Дуаранника. Ну, озвучка, кстати, как вы заметили, португальская. А у нашего героя голос такой, но он не выспавшийся, это явно. Знаете, а ведь сейчас в Испании вышел фильм «Регрессия» с Эмом Уотсом. И знаете, какие-то ассоциации есть между этими двумя проектами. И одна из главных ассоциаций заключается в том, что тот фильм как бы не очень хороший вышел. Я его не смотрел, но знаю, что его довольно-таки обхаяли серьезно. И вот эта игра, она тоже пока не очень хорошая. Ну, ладно. Собственно, что-то происходит, там, меня напугали уже. Хотя нечестным образом. И дали рецепт. Нужно найти воду, H2O. И какую-то арнику. Ну, растение, судя по всему. Этой травы тут дофига. Но я так понимаю, эта трава, это опасная штука. Вот про нее она говорит, нам надо с ней справиться. В общем, мы собираем все это. Смешать с чем-то там, смешать с водой. И эликсир готов. В общем, нам нужно найти воду и вот это растение. Все окей, я понял. Слушай, я принимаю твое задание. А что мне остается делать? Я не знаю, где я нахожусь. Я не знаю, что происходит. Ну, в общем, да, я все-таки так понимаю, что нам нужно вот найти растение и одну воду и с ними что-то сделать. Смешать потом с водой и все. Эликсир готов, давайте. Нужно ли будет искать какую-нибудь бутыль? Я не уверен. Так, ну да, закрывай. Итак, нам дали задание. Прям музычка такая. Звук такой был. Звуковой эффект. Слушай, ну, дружок, ну ты, конечно, тут присел. А можно... Ну, охренительно. Ну, что, серьезно? Она взяла и вылетела. Так нельзя делать. Ну, какая-то ошибка движка. Ну, просто потрясающе. Ну, я же только начал как-то проникаться всем происходящим. Окей. Сейчас посмотрим, загрузится это добро или нет. Ну, что ж, пришлось начинать мне все сначала. На самом деле, за это время я тут успел пораниться. Блин, как видите, вон у меня кровяные пятна по углам экрана никак не пройдут. Вот, кстати, выяснил также, ну, более внимателен был просто к диалогу и понял, что это могильщик. И он на самом деле просто ему не здоровится. Ему нужно помочь, понимаете? Ему плохо. И нужно приготовить для него зелье. Потому что он ничего не может делать. Ему плохо. И мы должны приготовить зелье, от которого ему станет лучше. И он сможет дальше, наверное, копать могилы или все такое. Мы должны помочь этому бедному. Хотел сказать старику. Но никак не могу смириться с тем, что он старик. Ну, ладно, может быть старик. Такой не совсем до конца старик. В общем, давайте приготовим зелье для могильщика. Так, что у нас тут-то? Угу, ну, мы дошли в какую-то панель. Ну, то есть, часть планшета. Какую-то бумажку. А здесь что? Ух. Планта вененоза. Да, вот это самое растение, которое меня ранит, я так понимаю. Хорошо. О, здесь можно сохраниться. Слушай, а я это сделаю обязательно. Но мне не нравится, что здесь на самом деле сохраняться можно. А почему нельзя взять топор? Ну, судя по всему, никаких опасностей здесь нас не ждет. Кроме растений. Хотя этим бы топором я бы не против как раз эти растения посрубать. Три батарейки. С радостью. А фонарик-то где? А это что такое? А, у нас инвентарь же есть. Ё-моё. Вау. Так, у нас тут РПГ начинается, понимаете? Давайте сейчас почитаем, что у нас еще тут про растения. Да, травленное и представляет опасность для здоровья и жизни. Вот так вот. Не трогать. Я и не хочу. Ага. Да, можно загрузить сохранение. Ну, все хорошо. Теперь даже если игра вылетит, то мне уже не будет страшно начинать с самого начала. А почему не сохранилось? А, ага. А, вот эти листочки, которые мы подбираем, они для сохранений. И сохранения ограничены. Может быть я даже поспешил с сохранением сейчас. Так, а фонарика у меня нет, кстати. Что грустно. Посмотрим, что у нас в инвентаре. В сеттингах это мы были. Давай в инвентаре посмотрим, что просто. Вот это мы наш... О, фонарик. Как его использовать? Эквип. Вот, отлично. Шикарно просто. Можно скомбинировать с фонариком, но у нас он полный. Так, а это для чего? Это спички. Но они могут для чего-то пригодиться. Вода может использоваться в некоторых ситуациях. Отлично. Вода у нас есть, кстати. Она нам нужна будет для зелия. А теперь нам нужно найти растение, вот это, которое нам показал в своем рецепте этот дядька. Ну, окей. Фонарик-то заработает? Нет, мне нужно очень... Ой, боже мой, как хорошо стало. Ну, слушай, фонарик здесь... Это крайне важная штука, скажу. Так. Так, это, чувак, это тебе, значит, так плохо было-то. Ё... Да, это тебя раст... Смотрите, его просто растение. Ну ты присядь, что ты стоишь? Блин, дружище, ну тебе же хуже будет, если ты стоять будешь. Ладно, давайте двигаться, пока игра не вылетела. Есть такое опасение. Самое страшное пока что в этой игре, это то, что она может вылететь. Так, это вот эта ты, трава отравленная? Просто я не знаю, можно ли к тебе подходить. Она выглядит как обычная трава. Я просто бежал там в темноте и не понимал, какая меня трава бьет. Ой, ой, ой. Тихо, тихо, можно я убегу? Ну, мне сейчас плохо станет. Блин, трава злая. Ты что, охренела вообще? Я даже не понял, какая именно меня ударила. Она здесь вся одинаковая. Сука, игра про сражение островой. Всегда мечтал о таком. Блин, мне походу очень... Вообще я зря сюда спрыгнул, да? Сейчас пока эти кровяные пятна пройдут, я ведь так и сдохнуть могу. То есть вообще не исключается. Давайте попробуем пройти отсюда, просто выбраться. Блин, это суицидная миссия. Нет, окей. Мы выпрыгнули. Все неплохо. Все неплохо. О боже, сколько ты крови доставил, чувак. Тебе точно нужно... Ты уверен, что тебе зелье поможет? Какие-нибудь бинты, блин. Ё-моё. Да, ему было очень плохо. Так, а фонарик, кстати, у нас как садится? Быстро, нет? Ну, достаточно быстро. Надо как-то экономить его, но это невозможно, учитывая, что здесь все настолько запущено. Так, вот я нашел какие-то ромашки, они должны помочь. Так, тут кости. Ну, слушай, учитывая, что мы на кладбище, это не самое удивительное. Ясно. В общем, больше-то тут ничего нету. Давайте искать это растение. Блин, ну охренеть, это он, что ли, все истекал? Ну, это жестко. Так, катакомбы, Алла Сул, южная зона. Катакомбы и Алла Сул. Окей, а где растения? В катакомбы, если там сейчас только катакомбы, я не пойду. Я вам сразу говорю, что я там забыл. Растения в катакомбах, как правило, не вводятся. Ага. Надо вообще оглядываться, осматривать тут все внимательно, внимательно. У нас есть батарейки, если что, но нам они пока не нужны. Более-менее фонарик заряжен. Давайте посмотрим, что там просто. Ну, там что-то есть. Там, собственно, еще и трава есть, то есть там может быть что-то, но это мы никак не откроем. Наверняка ключи может дать как раз только могильщик, а он их не даст, соответственно, пока мы ему не поможем. Типичный RPG-шный персонаж. Вообще, хоррор с инвентарем, я думал, это уже немножко такой отмирающий вид, но, судя по всему, нет. О! Очень похоже на то растение из рецепта, ну-ка. Отлично. Ну, ладно, ладно, оно уж хоть более-менее на видном месте. Не на очевидном месте, но хоть на видном, на дорожке прям. Так бы я представляю, если бы оно было, где-нибудь там в зарослях его нужно было бы искать. В этом плане гейм-дизайн чуть-чуть все же не провален. Так, мы возвращаемся, дружок, давайте комбинировать. Фонарик вырубаем, а то вдруг пока мы в инвентаре, он продолжает работать. Так, ну и комбинируем, значит. Хорошо, вот зелье. Ага, я могу его, наверное, использовать, это зелье, и для того, чтобы излечать само... Лечить самого себя, если что. Если это трава или что-то другое, нас сильно поранит. Хорошо, ну, судя по всему, это должно быть довольно мощная силия, учитывая, сколько могильщик потерял крови. И если оно ему поможет, то это точно сильное зелье. Давайте использовать. Да ты еще дурак, что ли? Блин, взял, сам выпил. Ну, блин, предположим, что он проверил на себе. Так, а как его дать-то, е-мое. Друг, 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 друг. Зелье готово, оно вроде даже хорошее. Я готов тебе его дать. Если ты мне поможешь. Вот оно. Суперизвестный эликсир, я сделал его. Выглядит так, как будто ты умеешь читать. Ты сделал его хорошо. Я думаю, я чувствую себя лучше. А ты еще читать-то не умеешь, что ли, просто? Вот магический. Бригад. Оно может пригодиться и мне. Давайте я тебе покажу путь, маленький дружок. Иди за мной. Маленький дружок, просто мальчик. Он нас называет мальчиком, не маленький дружок. Маленький дружок. Вот это было бы реально крипово. Давайте я буду освещать, чтобы ты, блин, не наткнулся на эту траву опять. Я зельев больше не имею. Я одно истратил на себя. Наш главный герой еще сказал, что это зелье может пригодиться. Да, судя по всему. Здесь был другой магийщик, работающий со мной. Он проводил много времени хороня людей. Но я разговаривал с растениями. Он был одержим следить за растениями. Он хороший человек. В общем, что-то такое. Блин, чувак, что ты несешь? Лучше не не идти. На кладбище и так страшно. Весь в твоих странных разговорах. Ну, был тут другой магийщик. Загинул он куда-то. Ясно дело. Как ты хочешь. Обычно так всегда и бывает. Давай. Открывай ворота. Я посвящу тебя даже. Он откроет это для меня. У него есть ключ. Ой, боже, скрип какой страшный. А что с фонариком? Надо проверить батарейки. Так, ты за мной. Давай со мной. Я не хочу один идти. Чувак, пошли. Блин, он все еще не очень хорошо себя чувствует. Все закрываешь, что ли? А, вот что он рассказывал про этого другого. Я не дослушал, просто диалог не дочитал точнее. Другой магийщик. У него есть ключи от главных ворот. И он поможет мне как раз выбраться отсюда. Я буду вообще рад, если найду этого другого магийщика. Он вроде как немного странный, но ничего. Чувак, ты тут будешь стоять? Слушай, иди обратно. У тебя там, конечно, не то чтобы спокойно. Тут есть вообще квартира, иди туда. Там вот реально более-менее хоть что-то. Ничего не спросил про него, про квартиру. Как он здесь оказался? Блин, Алекс, это имя нашего героя, ты нормальный, нет? Хоть бы чуть-чуть поинтересовался. Так, что тут такое? Фонарик, давайте экономить. О, боже мой. Что-то опять опасно. В общем, мы тут точно сражаемся с растениями в этой игре. Ну ладно. Так, с фонариком все реально плохо. Комбинируем. О, батарейки полностью заряжают фонарик. Ну, более-менее. Это довольно хорошая новость. Идем дальше. Так, там более-менее даже освещено. Можно бегать? Что за херня? Не понял я сейчас. Это что нам показать? Ты кто? Ты кто? Блин, ты кто такой? Ё-моё. Мне кажется, это не могильщик. Или это могильщик? Как раз. И мне стоит все равно его бояться. А у него есть ключи, но мне нужно как-то их получить. Эээ. Друг мой. Подожди. От этого парня мне явно надо будет скрывать. Блин, тихо. Отлично. Еще уперся куда-то. Так, ну ладно. Я более-менее в темноте. Но этот тип мне явно не нравится. У него что-то в руках. По-моему, какой-то фонарь. Ой-ой-ой. Друг, друг, друг. Открой-ка мне ворота. Давай назад. У меня будет путь отступления. Чувак. Блин. Мне кажется, он с ним заодно. Смотрите, он просто с таким лицом смотрит на меня. Типа. Он меня сейчас закрыл. И я в ловушке. Мне кажется, у этого могильщика вообще нет ключей. Кто бы этот был. И есть ли этот вообще могильщик. Или только вот этот тип. И он вообще не могильщик. Может меня же в жертву принесли сейчас. Ух ты сука, если так. Но если не так, то... Ты просто, блин, не понимаешь, с чем я сейчас столкнулся. Этот человек, ну, будем называть его так. Он очень угрожающе выглядит. Вот эти расставленные руки. Напоминает мне монстра... Ну, монстра в кавычках из халата. Холода. Халата. Там тоже вот он в такой позе вот ходил, блин. Но там было это не совсем человек. Блин, да это тоже, судя по всему, не человек. Так что у него там глаза-то светятся? Чувак, не иди сюда. Ой, а зачем? Тихо, 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 тихо. Чувак, не иди сюда. Меня не, я тут здесь. Ты что, меня увидел? Блин, мне кажется, он идет сюда. Не-не-не. Блин, он реально сюда идет. А что мне делать, если он идет сюда? Я хочу вам сказать, что у нашего главного героя не бесконечная стамина. Так, дайте я сяду. Я в кустах. Слушайте, а игра-то немножко страшная. Я немножко меняю свое мнение о том, что самое страшное здесь, это то, что она может вылететь. Я даже не против, если она сейчас вылетит. Ой, эти хорроры. Так, ну музыка была страшная. Меня напугали. И он шел сюда, в это направление. Давайте я буду сидеть. Блин, чтобы сидеть, нужно еще держать кнопку. Да, это жестоко по отношению к игроку. В любом хорроре, где нужно сидеть, держа кнопку, это очень-очень неприятно. И дополнительно действует на нервы. Давайте просто вот так вот двигаться, сидя. Мне кажется, он достаточно неплохо смотрит в темноте. То есть видит все. Еще ведь шумим. Даже вот сидя шумим. Я прекрасно слышу, как наш главный герой тут на корточках все равно издает нечеловеческий шум. Ну да, игра подсказывает, что когда ты сидишь, ты издаешь меньше шума. Меньше, но все еще издаешь. Так что если мы его прямо вот наткнемся на него, то я думаю, не лучше будет идея попытаться его обойти. Но судя по всему, он реально представляет опасность, раз мне такие советы даются вообще. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Блин, он выглядит как очень плохой человек. Это фонарь у него в руках, я так понимаю, все же. Очень похоже на фонарь, который мы видели. я надеюсь что у этого парня заготовленный маршрут и он просто ходит по маршруту своем ну если это другой могильщик то включен может быть где-то оставил другом месте блин сейчас повернется вот он уже дошел до конца своей дорожки и эта кровь откуда она тихо тихо успею успею там что то есть на стене но у меня сейчас точно не туда давайте по-тихому он ведь вернется сейчас сюда а я так медленно иду давай по-быстрому ой как плохо куда я пошел ну стелс вот это очень больно был бы обычный хоррорским там скримерами я бы вообще бы не боялся но стелс этого знаете это так это еще другой дурак или тот же самый я в темноте пожалуй у меня не должно быть отсюда видно ну серьезно ладно я вот так вот спрячусь охренеть я ведь еще ведь ни черта не видно фонарик не включишь мне кажется он реально не один кто-то мне рассказывал про другого могильщика а про других могильщиков речи вроде как не было очень нехорошо как минимум их двое по моему Так, давайте я немножко отвернусь. Все же я не знаю, насколько хорошо он видит. Фух. Музыка еще. Музыка неприятная. Тревожная, ну, то есть хорошая в этом смысле. Так, я не знаю в чем, куда идти-то. Вот, 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 наверное, самая большая проблема. Я не знаю, куда идти. Давайте чуть встанем, потому что... Опа, 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 опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень нехорошо. Он идет сюда. А я на светлом месте. А мне нужно в тень. Чувак, не иди сюда. Я, блин, я побегу просто, если он пойдет ко мне ближе. Он меня не увидел. Я не знаю, насколько они зоркие. Когда твой противник неизвестный, ну, я думаю, любой со мной согласится. Это самое всегда страшное. Так, хорошо. У него тоже маршрут. А там другой этот ублюдок. Они братья, возможно. Я вообще не уверен, что это люди. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что поэтому я ни в чем не уверен. И я не знаю, куда идти. И здесь достаточно большая область. Игра, кстати, идеально хотя бы работает. В том плане, что 60 FPS. Я с графоном не то, чтобы я впечатлен, но... Заговорился я. Ой, какой хит... Уровый звук. Что за херня? Трава? О, боже. Я пошел. Бежим. Бежим нахер. Ой, все. Забяга. А, лезь! Бежим. Бежим. Ради святых богов. Беги как можно... Да что ж ты не должен уставать? Ну, ты понимаешь, что тебя сейчас убьют? Беги сюда, блин, быстрее. Ну, беги. О, боже мой. Что это за херня вообще происходит? Я ничего не вижу просто. А, ну, ясно. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Так, тихо. Я оторвался, по крайней мере. Так, подождите. Что тут происходит? Ну, слушайте. Эти инди-хорроры. Они выглядят неприятно. А еще играются неприятно. И вдобавок страшные. Сука. Нет, 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 нет. Короче, там-то что-то было написано про ключ. Иди вроде как в пещере, чтобы там найти ключ. Какой в пещере? Куда вы меня посылаете? Почему? Ну, блин, тут, конечно, не протиснуться. Достаточно узко все же. Да. Так, у нас задания в инвентаре должны быть, если что, написаны. Давайте сейчас посмотрим. Чуть-чуть передохнем. А пауза, по-моему, кстати, не нажимается. Угу. I have to go down. То есть, мне нужно спускаться вниз. Наверное, вот куда-то вниз мне реально нужно. Какие-то катакомбы, скорее всего. А, я забрел вот... Чувствуется, что я забрел какой-то, блин, вообще другой край этого... Этой области. И мне сейчас реально нужно будет очень много обходить. Посреди этих мудаков. Но я живой, по крайней мере, пока что. Вот как здоровье восстанавливается. Более-менее. Само по себе. Даже без... Я ничего не понял. Там кто-то в траве сидел. И этот мудак потом еще за мной погнался. Я даже не хочу знать, честно. Я убежал, и мне хорошо от этого. Ой-ой. Так, давайте возвращаться. И искать какой-то другой путь. Нам нужны ключи. Да, это, скорее всего, главные ворота. Да. Неприятно. Очень неуютно здесь. То есть, блин, вот как ни посмотри на это, очень неуютно со всех сторон. Какое-то непонятное кладбище. Непонятная ситуация. Непонятное состояние нашего главного героя. Непонятные враги. И вот это все, да. Оно... Ну, давит. Не скажу, что правильно работает, но... Просто отталкивает. Очень сложно взять вот и просто сконцентрировано пройти к цели. И вот эта медленная ходьба на корточках, это просто что-то ужасное. Я так понимаю, вообще в траву лучше не вступать, потому что я не знаю... Вот-вот, что это за херня? Такое ощущение, что это растение. Ладно, я не буду сейчас высказывать свою мысль. Но звучит, как будто в растениях кто-то есть. А может быть, это есть на самом деле растение, но... Но наш главный герой настолько сумасшедший, что визуализирует это как... О, боже, не знаю, как сказать. Визуализирует это как каких-то монстров. Ну, какие-то идеи вот такие. Появляются пока что. Так, мы куда-то продвигаемся. Я не знаю, ходят ли эти тут мудаки, но мы куда-то идем. Так, включить генератор для того, чтобы запустить лифт. Отлично, куда лифт идет? Зря я вот сейчас тут включил фонарь, конечно. Окей, тут что у нас? Какая-то инструкция. Реклама элеватора. Лифта, то есть, лучший лифт, все такое. Ага, только он не работает. Уже не очень хороший лифт. Реклама не очень удачная. В общем, отлично у нас появилась вторая задача. Не знаю, но мне кажется, скорее всего, сначала с лифтом нужно будет разобраться, чем с ключом для тех ворот. Наверное, этот лифт у нас как раз туда, где мы найдем потом ключ или могильщик. Я так понимаю, это все-таки уже не могильщик. Я только сейчас понял, что там человек стоит. Или вот этот... Неприятный человек. Скажем так, да. Тихо, 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 тихо. Ну, нет, не иди сюда. Просто уходи. Ой, боже мой. Ужасно, ужасно, ужасно. А, это не ты, что ли? А ты что, просто стоишь? Так это вот этот хрен на меня напал тогда, или что? Ну, слушайте, жопа какая-то творится, происходит вообще. Катакомбы, да, этот ведет в катакомбы. А тут что? Ой, боже, я даже не хочу разбираться. Но мне явно в катакомбы придется... Не знаю, может в катакомбах получше. Хотя нет, наверняка нет. Там этих мудаков просто больше, и труднее от них спрятаться. Так, этот мудак, главное, чтобы он не двигался. Если это выяснится, что я вот просто в прошлый раз его тоже не заметил, это будет очень неприятно. Это я его и слышал, скорее всего. Позиционирование звука просто не самое лучшее. Так, а ведь тот чувак, который тут ходит, он сейчас может прийти вполне. Я просто уже устал сжать кнопку присеста. Но по-другому никак. Вставать я тут пока не намерен. Блин, и очень темная игра, и силуэты пытаешься разглядеть. И они реально пугают из-за того, что темно. Нереалистичная темнота, да. Ну, блин. Но как прием все равно работает. Начинаю думать, что возможно у меня все же правильная яркость в этой игре включилась. Куда мы идем вообще? О, это растение, которое может нас вылечить. Только воды у нас нет. Окей. Ну вот такие вот элементы собирания предметов полезных. Отлично. Сейчас, куда мы спрячемся? А мы никуда не спрячемся, здесь просто некуда спрятаться. Ну блин, в траву? А нас не поранят? Вот я как-то в этом сомневаюсь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это монстр. Нет, 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 нет. Нет, нет, друг, иди. 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 Он ведь посмотрел на меня. Вот мерзавец. Он посмотрел на меня. Сука, напугал. Я мог встать и убежать. Но, сука, все-таки не провел меня. Я, то есть, сдержался. Опыт мне помог некий. Возможно, от того же Эллин Изолейшн, где главный совет для игроков, я, наверное, такой дам. Не бегайте. Вот если бы я сейчас встал и бежал бы, все, я бы опять отправился бы. Паника бы меня бы захватила, и все, опять бы я потерялся. И не факт бы, что выжил. Но я не встал. Дожидался последнего и выиграл эту маленькую битву. Так, что это такое? Тут везде кровь. По-моему, тут могильщик мертв. Я вот как-то вот даже не сомневаюсь. О, боже, это генератор. Это ведь генератор. Как его включить? Ни черта не вижу. Так. Ну. Что за сук? Мне как будто реально кузнечики стрекочут. Эхзэ, ну это выглядит, как оборванные провода. Я, конечно, могу ошибаться. Еще тут ходит один человек. Хватит называть их людей. Еще один монстр. Людьми их назвать сложно, потому что я видел их вот только что. У него ободрана кожа. В траве явно кто-то есть. Я зря сюда зашел. То есть в траве страшно, но там еще страшнее стоять. Сидеть. Окей. Я не знаю, сколько он там будет ходить. Я осматриваю этот странный генератор, который, похоже, не генератор. То есть это генератор, но не тот, который мне нужен. Я потому что не вижу, как его тут открыть и вскрыть. Вот тут что-то, может, нужно сделать. Честно говоря, сомневаюсь. Ах, е-мое. Ой, он уже возвращается. Так, ну ладно. Он там вот достаточно долго ходит. У него будет много времени туда прошмогнуть. Этот звук явно исходит из травы. То есть это не этот мудак. Все же, я так думаю. Хотя нет, скорее всего. Не знаю. Я просто в траву залаживаю только тогда, когда встречаюсь с этими ребятами. Поэтому сложно определить. Позиционирование не очень хорошо работает. Ладно, двигаемся дальше. Будем надеяться, что у нас есть время. В кусты тоже надо всматриваться. Там тоже какая-нибудь мерзость может оказаться. Так, это что? Это сейчас кто? Это явно в траве кто-то. Вот это что светится? Это человек. То есть не человек, а монстр. Стоящий монстр. Как мне его обходить? Я не уверен, что включать фонарик хорошая идея, но я вообще ни черта не вижу. То есть... Тихо, тихо, тихо. Я понял, 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 понял. Блин, ну я дождусь сейчас. Дождусь, друзья. Выглядит как тупик. Смертельный тупик. Он ведь сейчас придет. Вот я про того типчика, который умеет ходить. А с этим я даже не знаю, что должно. Не идти же просто на него. Напрямую. Ну нет. Ну выглядит как тупик. Ну серьезно. Слышишь, чувак? Остынь. Не рычи. Я ведь вообще ничего плохого вам не сделал. Кто вы такие? Не, реально, что за мудаки? Хоть бы что-нибудь сказали мне про них. Откуда они здесь? Что с ними происходит? Да, могильщик тот сказал, здесь много плохих вещей происходит на кладбище. Окей. Достаточно ясно выразился. Я даже не вижу, можно ли тут пройти. Тихо. Нет, нет, нет. Все, понятно. Я погиб. Убегаем. Убегаем. Я просто... Он меня догоняет еще. Просто прекрасно. Все. Мне конец. Мне нужен эликсир. Но, похоже, до эликсира я не доберусь. Я не вижу, что тут. О, боже. О, боже. Мне конец. И грустная музыка, которая оповещает нас о том, что... Регрессионный кошмар для нас окончен. На данный момент мы погибли, так и не раскрыв ни одну из этих тайн. На самом деле, игра топорно немножко сделана, поэтому не захотелось в нее играть дальше. Но, собственно, вступление мы посмотрели. Может быть, может быть, что-то меня все-таки сподвигнет дальше смотреть этот хоррор. Но пока он достаточно топорный. Сразу, блин, враги на тебя ничего не объясняется. Есть некоторые интересные моменты, но их недостаточно много для того, чтобы полноценно погрузиться в это и с интересом в это играть. А так, хоррорные элементы, в принципе, как видите, как, наверное, вы видели в этом видео, работают вполне себе так. Но дешевость все же чувствуется, и топорность также присутствует. Красивой особой графики тут я точно не увидел, хотя вроде как на максимуме все. Ну что ж, это была португальская инди-игра под названием... Давайте я все же на русском скажу. Регрессия кошмар. Вот так вот. Психологический хоррор, в котором... Психологических особых пугалок я пока не увидел. Может быть, дальше становится интересней. Что ж, у игры есть некий потенциал. Можете сами посмотрите на нее. В стиме она присутствует на английском языке. Собственно, его достаточно будет для... Сюжета здесь, как выяснилось, пока что не так много, но может быть там побольше. В принципе, есть интересные элементы, как я и сказал. В общем, решайте сами, заслуживает ли эта игра вашего внимания. За небольшую цену, я думаю, можно на нее потратиться. Что ж, в следующий раз сыграем какую-нибудь другую новинку. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока что всем пока.